Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Около часа назад агентство Реановости со ссылкой на МЧС и на представителей и властей Камчатского края сообщило, что радиационное облако движется в сторону Камчатки. Дальше дело за МЧС с разрешениями, которые принят служба по чрезвычайным ситуациям. Как оно будет оповещать людей, что делать в таких случаях. Уезжать ли и эвакуироваться, если на это время в течение суток облако может достигнуть берегов Камчатки. Или делать то, что делают люди в районах Японии, не успевшие эвакуироваться люди. То есть закрывать окна, отключать кондиционеры и стараться таким образом избежать заражения. По словам представителя правительства Японии, взрыв на АЭС нанес повреждение внешней обшивки реактора. Но металлический контейнер, в котором находится реактор, не пострадал. Таким образом появляются слабые поводы для оптимизма. Но пока уж очень разрознена информация. И в том числе и об уровне радиации, который наблюдается вокруг атомной электростанции. И данные говорят, что радиационный фон вокруг реактора после взрыва не превысил норму, а даже снизился. Кроме того, снизилось давление внутри реактора, по этим данным, по официальным правительственным данным Японии. На связи с нами сейчас эколог Алексей Яблоков. Обсудим с ним то, что происходит в этой стране, столь близкой к российским границам. Алексей Владимирович, здравствуйте. Алексей Владимирович, как по вашим данным и оценкам, насколько действительно может угрожать российской территории, вот это радиационное облако, которое движется в сторону Камчатки в частности? Вот вы сказали, что движется в сторону Камчатки. Вроде бы я там тоже смотрел какие-то японские данные. Они говорят, что ветер сейчас, и наши, кстати, не настолько гидромет тоже подтверждают, что сейчас ветер дует от Японии в сторону, от континента, значит, в открытый океан, а не в сторону Азии, не в сторону Дальнего Востока, не в сторону Камчатки, я не знаю. И они вроде прогнозируют, что два дня такая погода будет, то есть ветер будет дуть в открытый океан, и такой гидрометеорологической опасности не будет. Это очень важно, потому что после Чернобыля, видите, вот это выброшенные радионуклиды из Чернобыльского этого самого выброса, они в результате атмосферного переноса распространились на все Северное Полужарие. Если бы не было такого атмосферного переноса, то это все было бы локализовано гораздо более сильно. Если ветер действительно дует в другую сторону, в таком случае это очень оптимистичный для Камчатки, во всяком случае, прогноз. Хотя я напомню, что я приводила данные со ссылкой на представителей МЧС на Камчатке. Вот что касается экологии в целом, да, вот то, что произошло, можно ли сейчас уже об этом говорить и делать какие-то прогнозы, как это повлияет на целом, на природу, да. Это понятно, что люди в опасности, а вообще последствия какие-то сейчас уже можно обозначить? Вы знаете, нет, к сожалению, нет, и никто этого точно не скажет. Вопрос на засыпку. Сегодня я получил, вот часа два назад, статью моего американского другого, профессора Карла Гроссмана, журналиста, он пишет, тоже по этому поводу, он пишет, когда вам, когда вы имеете дело с атомщиками, прежде всего имейте в виду, что они очень часто что-то скрывают и не любят говорить правду. Вот давайте говорить, что нам известно о японском, вот этом самом, о японской катастрофе. Сначала нам говорили эти самые, и физическая компания, и префектура, говорили, что ничего страшного, там, ну ладно, вот эти час, дозы такие, что, ну, за час можно получить годовую дозу, а вообще-то они не представляют опасности. И тут же объявляли об эвакуации трехкилометровой зоны. Вот через час они снова говорят, да, мы выпустили там немножко пара, да, там стенка реактора, стенка этого самого колпака, ну, контейнера разрушена, но ничего страшного, а тут же объявляют, правительство объявляет 20-километровую зону эвакуации. 20-километровая зона эвакуации, это почти то же самое, что Чернобыль. То есть правительство-то знает на самом деле, какая опасность. И вот исходя из первых решений японского правительства, можно сказать, что опасность очень серьезная. А дальше, давайте подумаем, вот не совпадает, не хватает, естественно, не хватает информации. На самом деле, что-то можно выжить. Значит, ясно, что исходной причиной было землетрясение. Потому что, в результате землетрясения, нарушилась работа циркулизованных насосов, и вот этот самый охладитель, который должен был нормально работать, значит, атомная инстанция была остановлена, правильно? Стержни, замедляющие стержни, чтобы прекратилась атомная реакция, были опущены, и реакция прекратилась. Тогда же эксперты говорили, если в течение 24-х часов не наладится охлаждение, то, значит, будет расплавлено топливо, и начнется управляемая цепная реакция. Вот именно это и произошло. Три штатных двигателя, которые там были, аварийных, они либо не включились, либо включились и не заработали. Привезли туда 9 или там 10 автономных генераторов электрических, чтобы с их помощью включить насосы. Не сработало. Значит, стало повышаться давление внутри этого самого реактора, ну, внутри этой колпака, который покрывает реактор. Выпустили это давление. А отдельно на сценку выпустили пар, он поддался на высоту там 200-300 метров, по каким-то отрывочным было сказано, что растение повысилось до 1000 раз. Ну, в этом облаке пара. Это понятно, это, так сказать, не особенно опасно. Потом появились сведения о том, что около станции, не внутри станции, а около станции, радиоактивность по Цельзию повысилась, одни говорят, в 20 раз, другие говорят в 70 раз. А, Сяна Тимович, секунду я вас природила в том, что мы сейчас как раз показываем вот этот момент взрыва, только что наши зрители видели, я просто хотела это обозначить. Да, вот сейчас мы вот это видим. Ну, насколько я понимаю, я задам сразу встречный вопрос, радиационный фон был повышен еще до взрыва, еще этим утром за несколько часов до него, не так ли? Алексей Владимирович? Я не слышал о том, что... Я знаю о том, что это не только, кстати говоря, не только одна эта станция, там же несколько, остановлено 11 станций. Вот на этой станции почти фактически катастрофа, а на трех других проблемы, и проблемы не только с разными станциями. Там вот мои зеленые источники сообщают, что стала понижаться вода, это было 4 часа или 5 часов назад, в хранилище отработавшего топлива, где вот эти сборки отработавшие находятся на охлаждении, они там 2-3 года должны быть, прежде чем их можно куда-то перевозить. Так вот, видимо, там произошла какая-то авария, и вода стала из этого хранилища уходить. Если это случится, и это хранилище потеряет воду, так там радиации побольше будет, чем на самой станции.